МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нематериальное культурное наследие Казахстана. Душа народа, запечатленная в археологических памятниках. Шертер, тамбра, житеген. Казахские музыкальные инструменты. Почему о них сложены сотни легенд и что скрывается за историческими артефактами? Сказания о великих битвах и неземной любви. О чем рассказывает эпическое наследие кочевой культуры? Через открытие археологии к пониманию культурного наследия. Культуру справедливо называют душой народа. Как и душу любого человека, ее невозможно потрогать руками, увидеть или услышать. Можно только почувствовать и понять. В культурном наследии всего человечества и каждого отдельного народа выделяют материальные и нематериальные культурные ценности. В 1972 году в ЮНЕСКО утвердилась конвенция об охране природного и культурного наследия. Данная конвенция охраняет уникальные объекты природного и культурного наследия, которые обладают всемирной и универсальной значимостью и важны для всего человечества. В Казахстане это археологический ландшафт Тамгалы, мавзолей Хаджа Ахмед Лесави в Туркестане, а также степи озера Северного Казахстана, которые включают Нарзумский и Кургальджинский заповедники. Кроме конвенции 1972 года, которая занимается сохранением объектов всемирного природного и культурного наследия, ЮНЕСКО также работает в рамках конвенции 2003 года о сохранении нематериального культурного наследия. Но любой материальный объект культуры ценен не только сам по себе, как постройка, памятник или камень с нанесенным рисунком. Если бы ценность этих объектов определялась только их размерами, формой или цветом, то сегодня не составило бы никакого труда, используя современные знания и технологии, воссоздать такие объекты. В буквальном смысле археология – это наука, которая изучает историю лопатой. Это изучение, в первую очередь, материального культуры, но в то же время через материальную культуру тех народов, которые оставили эту культуру, изучается и духовность, когда те же самые черепки или же какие-то предметы начинают говорить. В буквальном смысле это могут быть и надписи, артефакты с надписями. И в буквальном смысле это те предметы, которые пользует человек, которые раскрывают ту или иную исторический процесс. Одна даже найденная для археологов монета, пускай она будет не золотая или серебряная, а просто медная или бронзовая. Она будет колоссальнейшей информацией о государстве, о правителях, об экономических составляющих. Масса вещей открывается. Другую значительную часть культурного наследия составляют так называемые нематериальные объекты. Что это такое, спросите вы? Это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в поколение, устные сказания, которые живут в памяти народа, традиционные ремесла, национальные игры и многое другое. С незапамятных времен казахстанская земля была культурной колыбелью всего евразийского пространства. По территории Казахстана в древнейшие времена проходил Великий Шелковый путь, связывающий Европу с Азией. По караванным путям проходили различные культуры, традиции и религии. На основе этих сложилась материальная культура и искусство казахского народа. Сохранение столь богатого и разнообразного наследия – задача непростая. Ведь если мы говорим о стене древнего здания, то его можно отремонтировать и провести реконструкцию, а вот сберечь особенности того или иного обряда гораздо сложнее. К тому же, что хранится в народной памяти, в открытом мире подвержено влиянию других культур и современных технологий. В независимом Казахстане вопрос сохранения нематериальной культуры стал делом государственной важности. В 2004 году в рамках программы «Мадини Мура» был утвержден национальный список нематериального культурного наследия Казахстана. В него включены 45 элементов. Среди них наурыз, эпические сказания, традиция изготовления юрты, национальные музыкальные инструменты, народные игры и многое другое. Многие вещественные артефакты, свидетельствующие о древних истоках богатого нематериального наследия казахского народа, не могли уцелеть по вполне понятным причинам. Керамика, камень, металл лучше сохраняются в земле, чем дерево и ткань. Тогда как же дошли до нас эти знания? Как могли сохраниться в потоке истории? С момента появления письменности данные фиксировались на бумаге. Но все-таки до начала 20 века передавались вкусным способом от поколения к поколению. Мужчины делились с потомками секретами ремесла, охоты, воинского искусства. Женщины же делились информацией о том, как вести свое хозяйство, воспитывать детей. Они облекали это все в форму поэтического творчества и облекали это все в музыкальное сопровождение. Подтверждением особого отношения народа к музыке служат и археологические находки, представляющие нам огромное разнообразие самобытных музыкальных инструментов. При раскопках в местах заселения древних кочевников археологи обнаружили терракотовые фигурки музыкантов. Возраст артефактов составлял не менее 2000 лет. Примечательно, что в руках терракотовых статуэток были двухструнные инструменты, не иначе, как давние прототипы казахской домбры. Одним из древнейших музыкальных инструментов является чертер. Внешне он напоминает тамбру, но во многом отличается от него. Во-первых, это короткий гриф без ладов, а также более сильное звучание. Чертер изготавливали из цельного куска древесины. Придавали ей изогнутую форму, корпус обтягивали кожей, а также натягивали на нее три струны, которые изготавливались из жилок, либо из конского волоса. Изготовление чертера из цельного куска древесины не случайно. И оно связано с поверьем, что именно в инструменте, изготовленном из цельного куска древесины, сохранится душа и будет звучать в самом инструменте. О древнем происхождении чертера свидетельствуют находки, сделанные при раскопках от Рара. В руинах этого ценнейшего с археологической точки зрения городища ученым удалось обнаружить подтверждение колоссального развития цивилизации и культуры в частности. В 1979-м начались масштабные археологические раскопки, после которых городище от Рар получило статус первого археологического заповедника в Казахстане. Наличие в городе монетного чекана, ремесленных кварталов, водопровода, канализации свидетельствует о развитой в раннем средневековье городской жизни. Множество находок, связанных с развитием культуры, различных видов искусств, позволяют нам называть от Рар сокровищницей информации нематериального наследия. Кроме керамики, монет и ювелирных украшений, при раскопках древнего города был найден и шертер. Удивительно, но историкам и музыковедам удалось возродить инструмент и традицию игры на нем. Согласно поверьям, на шертере в древности играли пастухи, созывая овец. На прекрасные звуки самого инструмента слетались птицы и садились рядом с музыкантом. Но, к сожалению, шертер был забыт в советский период. Он был развит в Семипалатинской области до революции. Но после того, как были найдены находки в городе Отрар, шертер зажил новую жизнь. В далеком прошлом игра на шертере сопровождала исполнение эпических сказаний и песен. Часто музыкальные инструменты и сами становились героями эпосов и преданий. Например, одна из интереснейших легенд сложена о происхождении житегена, казахского музыкального инструмента, имеющего вытянутый прямоугольный деревянный корпус с семью струнами из конского волоса. Легенда гласит, что житеген изготовил старик, который в голодный год потерял сразу же семерых сыновей. Старик выдолбил из сохшего дерева кусок, натягивает на него струны, которые были изготовлены из конских волос, и создал свой первый кью, который назывался карагм, что в переводе означает «родной мой». Затем последовали новые кьюи, посмертное посвящение другим сыновьям. С каждым новым кьюем на инструмент натягивалась одна новая струна. Семь струн, семь мелодий, семь сыновей. До нас дошли эти семь кьюев, которые известны под общим названием «житегененжитиве», что в переводе означает «семь мелодий житегена». Особая аура, ритм и настроение, которые была способна создать музыка, были известны нашим предкам с глубокой древности. К тому же она изначально выполняла вспомогательную функцию при проведении праздников и различных шаманских обрядов. Боксы активно использовали кобызы при камлании. Считалось, что волшебный инструмент может помочь подняться по древу жизни на небо или спуститься в подземный мир. Во всех музыкальных произведениях легко уловимы и передавались от одного кьюя к другому музыкальные мотивы, словно ожившие в звуках кобыза заклинания, обряды, молитвы. Удивительная легенда о Куркете, поэти и композиторе IX века, выходцы из степей вдоль реки Сырдарья. Куркет считается покровителем поэтов и музыкантов, и именно ему принадлежит честь создания кобыза. Интересно, что предания о Куркете встречаются у многих тюркских народов – казахов, каракалпаков, туркмен, азербайджанцев и турок. Легенда гласит о том, что Куркет-Ата не мог примириться с тем, что смерть настигнет его. С этой грустной мыслью он изготавливает из дерева музыкальный инструмент – калкобос. При игре на этом инструменте смерть его не настигает, природа замирает и прислушивается к звучанию самого инструмента. На протяжении веков Кьюи хранили отголоски древних форм религии, культов и тотемных представлений народа и несли в себе живую историю безмолвно ушедших тысячелетий. Со временем на территории Казахстана формируются различные локальные композиторские и исполнительские школы. Интересно, что каждый регион предлагает своего рода специализацию в развитии конкретных традиций. Так, территория Западного Казахстана стала центральной зоной в развитии тамбрового Кюэ-Токпе. Центральный Казахстан – эпицентром профессиональной песни. Юго-западный регион сохранил и развил богатейшие традиции эпического сказительства, а ЖТСУ – традиции Айтыса. Говоря о нематериальной культуре, мы не можем не остановиться на эпосах и народных сказаниях. Ведь именно в них заключена наша духовная и ментальная связь с нашими предками. Издавна подрастающее поколение училось на устном народном творчестве предков. Черпало из него знания о нравственности, взаимоотношениях между людьми, духовности. Устное народное творчество – это обобщенный и систематизированный опыт предшествующих поколений. Оно возникло задолго до того, как люди овладели письменной речью. А с обретением письменности эпосы, легенды и предания были бережно записаны для передачи потомкам. Устные сказания были летописью истории народа. В них нашли свое отражение достоверные события, которые с течением времени украшались и героизировались. Период кровопролитного противостояния джунгарскому нашествию остался в истории и культуре казахского народа. В годы суровых испытаний и ожесточенной борьбы за свободу и родную землю возродились героические эпосы, посвященные отважным и мудрым батырам, и, конечно же, появились новые. Один из примеров – это цикл эпических сказаний о богатыре Алпамыси. Этот цикл сюжетно сложился и композиционно оформился, вероятно, в 14-16 веках. В период, когда народы Средней Азии вели борьбу против джунгарских завоевателей. Главной идеей эпоса является борьба народа за независимость. Цикл казахских героических эпосов, включенных в национальный список нематериального культурного наследия, входит 50 сказаний о подвигах батыров. Однако сюжеты народных эпосов строились не только вокруг борьбы с захватчиками. О богатстве духовного мира кочерников говорит наличие в культурном наследии лироэпических поэм. Наиболее известная из них – поэма «Козы Курпеш» и «Баян Сулу». Оформление предания трагичной любви Козы Курпеша и «Баян Сулу» в поэму относится к XIII-XIV векам. Многие годы поэма была известна в устных вариантах в исполнении аквинов – «Цы Банбая», «Бегбау», «Жанака», «Шуже». Из около 20 вариантов наиболее известен вариант «Жанака». А вот впервые записали поэму в середине XIX века. Старинная легенда о Козы Курпеш и «Баян Сулу» – это гимн всепобеждающей любви, верности, духу свободы и независимости. В то же время это история предательства и коварства, противоборства добра и зла. Легенда гласит, отцы юноши и девушки были друзьями с детства и обручили своих детей еще до появления малышей на свет. Юные Козы и «Баян» полюбили друг друга. Но отец юноши погибает, а отец «Баян» меняет планы. Он обещает отдать свою дочь за местного силача Кодара. В поединке с соперником погибают Козы. Опечаленная «Баян», чтобы отомстить убийце, прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кодара, если тот вырыл для нее колодец с ключевой водой. Кодар принимается за работу, все углубляясь, держась за волосы коварной «Баян». Девушка неожиданно отрезает косы. Кодар проваливается в бездну и погибает. Тем самым Козы отомщен. На его могиле героиня эпоса закалывает себя кинжалом. С именами героев этой лироэпической поэмы связан и один из древнейших архитектурных памятников Казахстана. Это Мазар Козы Корпеш и Баян Сулу, расположенный в Аягасском районе восточно-казахстанской области. Мавзолей сохранился до нашего времени, правда, с некоторыми изменениями внешнего вида. Памятник, связанный с поэмой, давно привлек внимание археологов и историков. Еще в конце 19 века его начали изучать русские археологи. В середине 20 века Мазар Козы Корпеш и Баян Сулу исследовала археологическая экспедиция Академии наук Казахской ССР. А в 1982 году он был включен в список памятников истории и культуры Казахстана и взят под охрану государства. К уникальнейшим элементам нематериальной культуры относятся и первые околонаучные представления древних, в воссоздании которых немалую роль имеют археологические исследования. В начале 90-х годов прошлого века в песках Козылкум на полуострове Бузачи была сделана очень редкая находка. Археологи нашли каменный предмет, условно именуемый утюжком. Но ученых заинтересовал и, казалось бы, примитивный орнамент в виде шести рядов косых штрихов, покрывающих поверхность утюжка. Подсчет количества насечек на каменном утюжке и их числовое соотношение привело к удивительному открытию. Ученые поняли, что на утюжке изображен календарный лунный год. Представление о времени – одно из древнейших и важнейших знаний человечества. Как и у многих других народов, у казахов это знание не было абстрактным. У кочевников производственный цикл растянут на несколько лет. От момента рождения молодняка до того времени, когда эти животные смогут дать уже свое потомство. Для усиления эффективности производства и выживания кочевникам также необходимо знать погоду на несколько лет вперед. Инструментом для прогнозирования климатических и погодных явлений и стал 12-летний циклический календарь «Мушоль». В циклическом календаре каждому году соответствовало животное. Самым опасным считался год зайца, ведь он считался годом джутов. Особенно тяжелый, по поверьям, случался каждый 36-й год. Сегодня такой 12-летний календарь нам больше известен как китайский или восточный. Но среди историков есть сторонники версии о том, что календарь, основанный на 12-летних циклах, это изобретение предков древних тюрок, обитавших в горах Алтая и в верховьях реки Амур около 3000 лет назад. Об этом говорит, например, то, что большинство животных, с которыми соотносятся годы в этом календаре, это животные, которые составляли хозяйство кочевников и окружали их в природе. Лошадь, овца, корова, змея, мышь. Исключений немного, и они, вероятно, появились на более позднем этапе, как результат взаимодействия с соседними культурами. 12-летний цикличный календарь называют еще тенгрианским. Его коренным отличием от других систем летоисчисления является то, что в нем нет нумерации годов. Считается, что такой принцип отражает понимание того, насколько мал человек перед вечностью. И именно поэтому кочевники не посягали на ее измерение. Нумерация линейна, а мушель не имеет ни начала, ни конца. Конец одного цикла – это всегда начало следующего. Цикл из 12 временных единиц годов образует мушель. Цикл из 5 мушелей образует 60-летний круг талык-мушель, который сам бесконечно повторяется. Кочевник живет в циклическом, спиралевидном времени, едином для божества и для человека. Большие циклы 12 лет и 60 лет, в свою очередь, дробились на малые временные отрезки. Такое восприятие времени нашло свое отражение и в других элементах нематериальной культуры. Например, в праздниках. Кочевники были свидетелями того, как природа просыпается и расцветает с приходом весны. По древнему летоисчислению, этот день обычно совпадал с 21 марта – днем весеннего равноденствия. Наурус Мейрамы, традиции и обычаи, связанные с этим праздником, находятся на первом месте в национальном списке нематериального культурного наследия. Изучая историю этого праздника, ученые пришли к выводу, что корнями он уходит в дописьменную эпоху, и отмечать его начали еще 5000 лет назад. Корни праздника можно отыскать в древних языческих обрядах. Сама по себе форма празднования с глубокой древности ввесла в себе принципы и устои гуманизма, и любви к природе. Сегодня в нем заложена актуальнейшая проблема современности – единение и гармония человека с природой. Накануне праздника люди приводили в порядок жилье, расплачивались с долгами, мирились находившиеся в ссоре, ибо, как утверждали старики, когда наурус входит в их дома, все болезни и неудачи должны обходить их стороной. Символом достатка и изобилия в наступающем году становилось и обилие еды на праздничном Дастархане. В ночь перед торжеством, в знак пожелания обилия молока, урожая и дождя, все емкости наполнялись молоком, айраном, зерном и ключевой водой. Наурус является началом года, который наступает в день весеннего равноденствия. Люди в этот день празднуют, радуются тому, что благополучно перезимовали, остался живым скот. Конечно же, все ходят друг к другу в гости на наурус-кожье. Наурус-кожье делается из мяса, которое осталось от зимовки, с добавлением разных пряностей. Кроме пряностей, в наурус-кожье обязательно добавляют 7 различных злаков. Например, проса, зерно, в некоторых местах добавляют кукурузу, потом добавляют кислое молоко, айран, или густое процеженное кислое молоко, катыб. А еще делают лепешки. Их пекут и вспоминают предков, и читают молитвы. А еще во время науруса люди обязательно желают друг другу процветания, здоровья, удачного года, и чтобы в следующий раз науруса они обязательно встретились. Это пожелание осталось с тех времен, когда казахи уходили на зимовки, и не видели друг друга до весны. Праздничный день был наполнен весельем и забавами. В сокровищницу культурного наследия вошли и народные игры, в том числе те, которые были главными развлечениями на наурус. Одна из них, дошедшая из древних времен, ай-кыш-уй-кыш, то есть друг другу навстречу. Мужчины и женщины молодого, среднего и пожилого возрастов, образовав группы, располагались на определенном расстоянии, каждая в отдельности. После шутливого вызова ведущего, чаще всего в стихах, два участника игры, мужчина и женщина, выбегали друг другу навстречу, сталкиваясь грудь в грудь. Еще одна игра называлась «Аудораспак». Во время ее джигиты перетягивали друг друга из седла. А если кому-то удалось пересадить соперника задом наперед, потерпевшего под общий хохот шутки и припаутки отправляли обратно в свою группу. Наурыс имеет огромное значение для многих государств и народов, живущих на земле. Идеи гуманизма и единения с природой, заложенные в этот праздник, являются большим вкладом тюркских и персидских народов в сокровищницу мировой культуры. Учитывая все это, в сентябре 2009 года ЮНЕСКО включила Наурыс в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества наряду с другими 76 элементами нематериального наследия со всего мира. Казахский народ имеет многовековую историю, является обладателем культурных ценностей, вошедших в сокровищницу мировой цивилизации. В нашей стране существует более 25 тысяч памятников архитектуры, истории, сочетства. Более 2 миллионов культурных ценностей находятся в 89 музеях нашей страны. Более 66 миллионов древних рукописей, книг, древних изданий хранится в наших государственных библиотеках. Культура каждого народа ценна тем, что универсальные понятия и ценности человеческой цивилизации выражает по-своему, исходя из истории и духовности людей, породивших эту культуру. Она обогащает общую картину мира, и именно поэтому изучение культуры это в первую очередь приобщение к опыту и знаниям человечества. А изучение родной культуры это еще и гордость за свою историю, традиции и людей, прославивших страну. Данную программу вы также можете посмотреть на сайте телеканала Белым Жанем Мединиет Тройное W.BMTV.KZ